...и с русскими авторами, и это не случайно, потому что год Аргентины, год Латинос в России, поэтому этих авторов мы тоже услышали. Сейчас я вас познакомлю с одной очень интересной солисткой. Её зовут Арида Маленкова. Поёт она русские романсы. Композитор Островский. Очень известный романс, если можешь прости. Стихи Абхазина. Не сегодня так больно, как слёзы всорной твое. Стихи Абхазина. Эти слёзы больно я рогаю тиши. Стихи Абхазина. 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 Необыкновенное совершенно сочинение. Его написал, к сожалению, неизвестный автор, но очень хорошо обработал, наверное, Ашкинази. Стихи Бориса Тимофеева. Белая муча. Для вас поет Аиля Маликова. Белая муча. Ждала я в беседке, и ты пришел. Ты был со мной влюбленный нежный год. Шепта слова любви. Белая муча. Белая муча. Светлая муча. Белая 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 муча. И снова до сна опять всё цветёт, А слухи и звенят, волья пара. Зачем мне их песни не придёт? И сердце вновь так жадно шепчет мне О той, другой весне. Белая ночь, милая ночь, Мучит огнём по ветерям, Пусть и пусть в небе гнёт свет в зале. Белая ночь, милая ночь, Тихо в окно шепчет, Белая ночь, милая ночь, Тихо в окно шепчет, Мучит огнём по ветерям, Мучит огнём по ветерям. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, я вам читала стихи Лорки, но сейчас я хочу прочитать не свои стихи, а стихи другого, очень известного из вас, испанского поэта, Хуана Рамона Хименце. Он нам неизвестен, но в 65-м году он даже получил Нобелевскую премию. Мне с этим творчеством этого автора, в отличие от Лорки, который очень много пишет от смерти, у него вообще тяжелая была судьба, он рано погиб, но у Хименца другие стихи, очень светлые, яркие. Еще мне понравилось, я буквально пару слов скажу, у него биографию, он родился в Севирии, но переехал в США и там встретил свою будущую жену. Она была приводчицей известного писателя Дагора. И вот он долгое время жил в США, на Кубе много эмигрировал, и он писал такие, как он называл, белые стихи, стихи без ритма. На самом деле, это, как мне кажется, чистая проза, но тем не менее, очень такая смысловая, я бы сказала. Я вам хочу зачитать одну из моих любимых вот таких белых стихов, которые называются «Покой дерева». Нью-Йорк, 21 апреля. Мистеру Плинтону. С той поры, как здесь утвердилась весна, каждый вечер мы приходим сюда поглядеть на одиночество этого прекрасного старого дерева. Оно живет около первого дома на Пятой авене, совсем недалеко от дома, где жил Марк Твэр, в этом милом месте, где не так иллюминированно, не так людно, и вплываешь, как в тихую заводь, в синюю свежую ночь Вашингтон-сквер, в которой словно в озере купаются чистые звезды, чуть потревоженные далекими отцепами какой-нибудь унылой рекламы, а ей все равно не запутать этой ночи древнего корабля в беспросветном море. «Апрель поцеловал дерево в каждую из его ветвей, и поцелуй разгорелся на каждом сучке напряженным нежно-золотистым ростком. Растетшее дерево похоже теперь на канделябр со спокойными масляными огоньками. Мимо него и мимо меня, который оперся на его ствол, спеша там мимуси с влюбленными парочками на крыше, Они едут с Вашингтон-сквер на Райверс-Драйвс, чтобы целоваться у реки, чувствуя каждой клеточкой тела, а дерево не до них. И между ним и горьким присутствием этих красок, запахов и шуму все больше углубляется пропасть. Словно дерево привыкло быть одиноким все свои дремотные зимы, безразличным к изменчивой любви и внимательным лишь к тому, что неизменно. И мой взгляд, вьющийся по его ветвям, становится цветами и вместе с ним глядит в полночь. И я так же одиноким, как это дерево, воспламенившее свое чистое масло, чтобы глядываться в невидимую вечную яму этой единственной, верховной, всегда существующей весной. Вот так вот. Дело в том, что второе наше отделение в основном посвящено русской музыке, потому что испанская культура, испанский напев, как называется наша программа, она очень близка и русской культуре. И проникла в русскую культуру. Причем большое-большое количество великих музыкантов русских. Например, «Арагонская культура», в том числе и творчество Доргомышского. Он написал на испанский сюжет «Каменного кости». А кроме того, он не просто писал оперы, он еще писал романсы Доргомышские. И вот вы сейчас один из его испанских, новейших испанским творчеством романсов и услышите. Испанское болеро оделась туманом с вера Невада. Для вас поет Елена Соловникова. Испанское болеро оделась туманом с вера Невада. 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 Испанское болеро одела, что же не удалось, он еще를ormal progressiva Montageавра. Не бойся, свет милый, Ренады, Верну за мною забрай. Пусть я полет вымирай, И почет арте пол молодой. Ходилась львами синяя и вода. На луны греют и сталь векелей, И к веку веет с потоком прохладом, И в воздухе плещи с ребрыми стоят мы. И в воздухе плещи с ребрыми стоят мы. А сейчас я вам представлю одну совершенно новую участницу нашего коллектива. Это Ирина Кураса. Вы ее исполнили. Вы слышите одну очень популярную песню. Ее написал Карлос Альмаран «История одной любви». Для вас поет Хенина Кураса. Ирина 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 Кураса. Это ирина Кураса. Ирина Кураса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь давайте обратимся к творчеству композитора Рыбинского. Чисто русского нашего композитора, который написал музыку, спектаклю «Звезда и смерть Хогина Мурьеты» по мотивам драмы Пабло Неруды. К этому спектаклю слова написал Лужко, в частности, к этой песне «Звезды», которая на протяжении этого спектакля звучит. Итак, композитор Рыбников, песня «Звезды» в исполнении Элины Красной. Звезды в исполнении Элины Красной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не теряй из виду, мой певучий луч, Я в небе сияю из-за серых луч. Не теряй из виду, мой певучий луч, Я в небе сияю из-за серых луч. Не теряй из виду, мой певучий луч, Я в небе сияю из-за серых луч. Спасибо. Все культуры мира, поэтому танго стало очень и очень популярным. Вот и сейчас вы увидите танюс-танго «Оскар Строг». Моё последнее танго исполняет наш знаменитый Оля. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аперетта, фиалка, мулмаркова, карамбарина. Для вас поет Татьяна Марцепина. Субтитры подогнал «Симон» ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Милости просим. Вход бесплатный. Мы вас очень ждем на концерте. Итак, Михаил Брисмотров. Песня «Вертелство». Сегодня прозвучат две песни из репертуара удивительного человека, который жил практически в прошлом веке, сто лет назад, но которого мы все помним и любим. И один из показателей этого – его песни, которые мы до сих пор поем и любим. «Испано-суиза» – шарш на западную кинозвезду, но вполне возможно, что и у нас такие звезды есть. Ах, сегодня весна бы тече. Вы во власти весеннего бриза. А возбаюкает в мягкой качели голубая испана суиза. Вы царицы экранной моды. Вы пушисты, светлы и нахарены. Ваши платья надменно печальны. Ваши жесты смелы от природы. А вам противны красивые морды, от которых тошнит на экране. И для вас силогенник и лорды перепутались в кинотумане. Идеал ваших грез Квазимота. А пока его нет, вы листалка. Так обидно, и больно, и жалко. Полюбить неживого урока. Измельчал современный мужчина. Стал таким заурядным и пресным. А герой фабрикуется в кино. Но рецепты вам точно известны. Лучше всех был рожа из Кашмира, что прислал золотых парадизов. Только он в санаториях у Каира умирает. Но мне жаль, что на тысячи метров и любви, и восторга, и страсти Не найдет снова сантиметра. Настоящего личного счастья На сегодня весна беспечальна, как и все ваши кинокапризы. И летит напряженно и недавно голубая испансуизм. Я живу! Я живу! Я живу! Перед следующей песенкой я хотел бы сказать несколько слов о том понимании, как родилась история этой песни лично у меня. Она называется «Бразильский крейсер». Изначально появилась шутка, которая звучала примерно так. По многочисленным просьбам одного из присутствующих – бразильский крейсер. Вообще, это история о скромной молодой девушке, которая под московными вечерами где-то на Рублевке замечталась одним из вечеров. Знаете, такая тяжелая жизнь на Рублевке. Нужно сделать это, 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 следить за собой, встречать мужа. Потому что муж очень занят и появляется редко. И когда наступает этот долгожданный вечер, то в ваших мечтах всплывает такое. Песня «Бразильский крейсер» И в саду сидите у бассейна, наблюдая, как у нее есть мрамор. И враток дрожит на нем пуар. Корабли, байкали, бухты Привезли тормические фрукты Привезли узорчатые ткани Привезли мечты океанах А когда придет бразильский крейсер Летет, расскажет вам про ветер И сравнит на кинтикана Напилает что-то вроде гимана Он расскажет о лазоре ганга О проказах злых рангутанга О циничном африканском танце Я вечно лету не голландцем Он покажет вам альбом Камчатки И культура только лишь сочатки Намекнет на нежной дружбе Взбейшей Молча о близости Дальнейшей Молча о близости Молча о близости Заватал над мечтой своей зарея Распустив павлинье на свой веер Вы к нему прижметесь В сладкой дрожи Влюбив его Еще Дороже И вот Еще неожиданно заканчивается Рублевка оживает Автомобили Двери в которых Уй, солнце Люди отдыхают на своей даче Ну вот и не то И в российского крейсера нет Как и всех тех Отдаемых желаний Которые Переход АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы ждем Всех вас 27 октября В 3 часа дня В отморце Купца Носова Электрозаводская улица Дом 13 Насольный концерт Спектакль Вертился В исполнении Михаила Приспетра Ну а теперь Наш концерт Хоть и закончен Но мы Еще должны Наградить Участников Нашего Первого концерта И первого Фестиваля Я предоставляю Слово Ольге Петышкиной Нашему Режиссеру Пожалуйста Вверх Вверх Дорогие друзья Просто Дело в том Что нам Наша уважаемая Ведущая сегодня говорила Что у нас была Организована специально Для этого концерта Выставка И вы можете Все с ней сегодня Ознакомиться Она висит у нас в параде И вот я хотела бы Поименно назвать Тех ребят Которые Рисовали эти прекрасные Работы Это дети Это детская изо Студия Но они Окислись к этому серьезно И вот я бы хотела По фамилиям Назвать Этих людей Это Маштакова Кристина 14 лет Цилина Катя 13 лет Тишанская Полина 14 лет Ширалиева Нуриза 15 лет Старостенко Соня 8 лет Панкратова Алена 10 лет Журван Руслан 5 лет Петотов Оля 6 лет Огородникова Ангелина 9 лет И Клёцкая Наташа 5 лет Даже вот такие маленькие люди И в связи с этим Дон Кутер Гайдарович И Наш сегодняшний вечер В лице руководителя Ирины Рошаль Присуждают Изо студии Абрис Благодарность Вот К сожалению У нас нету сегодня Представителей Потому что Они рано утром мешали Но Тем не менее Я думаю Они заслужили аплодисментов И мы можем Поаплодировать им За эту прекрасную Аплодисменты Мой друзья Жарю благодарность У нас специально По нашему вечеру Но Помимо этой изо студии Сегодня был На мой взгляд Замечательный Прекрасный концерт Были исполнены Очень много разных Художественных жанров И вокальные жанры Музыкальные И политические все И мы хотели бы Поблагодарить всех И вручить Почетные гранты Итак Первым мы хотим Вручить благодарность Вокальный А Первым мы хотим Вручить благодарность Нашим прекрасным Студия аргентинского Танго Танго Браво В лице Двух Прекрасных Танцоров Ольги Нагарнюк И Николая Бранко Этого передадим Еще мы Очень хотим Побуждарить И вручить Благодарность Мастеру Художественного слова Заслуженному Работнику Культуры Российской Федерации Людмиле Великой И также Дон Культуры Гайдарович лично Благодарит И вручает Благодарность Дирижеру И концертмессеру Оркестра Юлии Черпаковой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь я хочу предоставить слово вам, чтобы вы объявили других участников и мы тоже получим благодарность! Но прежде всего я хотела бы поблагодарить вас за помощь и за прекрасное чтение стихов. И я не знаю, есть ли благодарность, но такую же точку благодарности. Но мы хотим вручить вам, чтобы все разговаривали. Ольга Пятышкина. Спасибо. А теперь позвольте мне представить артистов оркестра. Это Михаил Яковлев. Иван Пирман. Анастасия Ярославцева. Игорь Алексеев. Ирина Алексеева. Маргарита Коварев. Надежда Некрасова. Ирина Рошаль. Удорственный руководитель нашего смотра, фестиваля и руководитель оркестра, который я вам сегодня представила. Кроме того, и вот такая благодарность вручается оркестру. Подождите одну секундочку. Я позволю себе представить нашего концертмейстера, бяннисту Юрию Черпакову. Я не случайно сделала остановку, потому что у меня сегодня день обождение. Анастасия Ярославцев. 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 Мы смотрим, что мы исполнители, на оркестр мы даем благодарность вокальной группе. Ну, тут две грамоты у нас, но оркестр отдельно мы даем вот. Симфонический оркестр «Май Вэй» руководитель Ирина Рошай. Вот такая благодарность. А теперь я вам представлю участников вокальной группы «Май Вэй». Те, которые участвовали в сегодняшнем нашем концерте. Ну, с кого мы начнем? Давайте так, как вы сидите. Татьяна Ацепышевна. Гелета Салон. Вашингтина Ботт. Юлия Амфан. Юлия Кубрас. Оркестр «Геран» И в вокальной группе солистов Трофонического оркестра «Майбэй» Благодарность! Всем отлично! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы поблагодарим вас и, конечно, участников нашего сегодняшнего концерта за столь объемный небольшой концерт. Спасибо вам, те, кто ходит, написает нам концерт о наших прекрасных картинках, выставках. Посмотрите, мы их дали вам возможность в контракте. Книга «Осов» ждет вас. Мы очень просим. Те, кто хочет, можете написать. А сейчас мы с вами прощаемся. До новых встреч! А в наших концертах вы можете узнать и на сайте, и по интернету. И позвоним сюда. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ